Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ну и ну! Один шанс против одиннадцати, и этот шанс пока не наш. Ничего, наши шансы увеличились. Вдове этот стул обошелся больше, чем нам. Ах, пошлые вещи. Согласитесь, я не могу покинуть любимую женщину, не оставив о ней никаких воспоминаний. Заседание продолжается, фельдмаршал. С вашего решения мы направляемся в музей мебельного мастерства. В Москву! Московские вокзалы, ворота города. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец в костюме для города. С Курского попадает в Москву рослый болгарь в Пеньковой бороде. С Октябрьского выскакивает полуответственный работник с портфелью. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Часы Октябрьского вокзала показывали 5 минут 11-го, на часах Ярославского вокзала было ровно 10, на часах Рязанского без 5-ти 10. Очень удобно для свиданий. Москва меня совершенно не радует. Все время думаю о мебельном музее, все время переживаю. Как? Что? И вообще обойдется ли? Вам, предваритель, давно уже пора лечиться электричеством. Не устраивать преждевременные истерики. Однако, куда мы пойдем? К хорошим людям в Москве, их масса и все мои знакомые. Что, у них можно остановиться? Да. Прошу вас, Конрад Карлович, в этом доме с ни у одного, то у другого место всегда найдется. Что это за дом? Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. Здесь живут студенты? О, нет. Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом уже давно заселен людьми, имеющими отдаленное отношение к химии. Неужели имени монаха? Да. Ну, пошутил, пошутил. Имени Симашко. Милости просим, гофмаршал. Свет и воздух. Это должно быть где-то здесь. Не пугайтесь, это не в коридоре, а за стеной. Фанера, как известно, из физики, лучший проводник звука. Где-то там должен быть несгораемый шкаф. Что это? Кажется, несгораемый шкаф. Больно? Очень. Ничего, это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений. Страхно вспомнить. Где-то здесь стоял скелет собственности студента Иванопола. Он купил его на сухаревке, а в комнате держать боялся. Посетитель вначале ударялся об кассу, а потом на него падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. Кажется, это здесь. Ты дома, Коля? Только и слышишь целыми днями. Коля, Коля, ты дома, Коля. А дай к этому дураку в гости с позаранку пришли. Да дайте ж человеку поспорить. Это у нас капжа. Да от Кольки из милиции пришли за вчерашнее стекло. Слышите? Нам рады. Да-да, войдите. Картина, представившаяся взору Остапа при внешней своей невинности, была ужасна. Рядом с Колей сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы. Или еще хуже, это жены. И жены любимые. Остап вызвал Колю в коридор, а Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Прекрасное утро, сударыня. Садитесь, пожалуйста. И не обращайте внимания на соседей. Они нарочно заводят свой примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего не слышат из-за своего примуса. Ну что ж, Коля, если тебе решить-то нельзя остановиться, пойдем к Пантелею. Верно. Верно, ребят, идите к Иванополу. Он свой парень. Приходите к нам в гости. Мы с мужем будем очень рады. Да, приходите. Он живет где-то здесь. Вот. Скорее всего, что возможно, буду примерно никак не раньше девяти часов. Иванопола не беда, я знаю, где ключ. Прошу. Да, но здесь нет даже и матрац. Не беда. Отлично устроимся. Приличная кубатура для Москвы. Если ляжем на полу все втроем, останется еще много места. Нет. Эта вещь неинтересная. Она к нам в дверь не влезет. Нет, не влезет. Не влезет. Вот и это. Этот экспонат тоже не поместится. А вот это подойдет. Вот так. В переднюю. Вот это вот в самый раз. Комодик бы я этот взяла. Какой комодик? Энтед? Ай? Или тот? Обои бы взяла. Здравствуйте. Как хорошо, что я вас встретила. А то одной так скучно смотрю. Ну, мы типичные провинциалы. Но как попали сюда вы, москвичка? Простите. Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей. Кажется, в этом зале ничего интересного нет. Этого не может быть. Этого не может быть. Ну, конечно, не может быть. Знаете, здесь масса красивых вещей. Знаете что? Пойдемте в следующий зал. Нет, нет, девочка. В остальных залах мы уже были совершенно не на что смотреть. Упадочный стиль. Эпоха Киренского. Можете еще раз осмотреть все снова? Пойдем. А то я уже устала. Деточка, раз устали, садитесь здесь и отдыхайте. А нам с дедушкой нужно еще кое-что осмотреть. Ладно, стул не иголка найдется. Дайте лордера. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и ждите. А я сейчас приду. Вот если бы эту всю штуковину к дому подтянуть. А? Елизавета? Петровна Калачева. А вас как зовут? Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым. Воробьяниновым? Очень приятно. Он подарил Он подарил Лизе улыбку и придал лицу печать вдохновенной задумчивости. Ему вдруг так страстно захотелось женской ласки. Ему так захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему захотелось увлекать и под шум оркестров пить Редереры в отдельном кабинете, что он немедленно взял Лизину лапку в свои руки и горячо заговорил о Париже. Лизину лапку Лизину лапку Лизину лапку и горячо 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 но о чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает о дамских оркестрах, которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось. Вы научный работник? Да. Некоторым образом. А сколько вам лет, простите за нескромность? К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. Тридцать восемь. Так когда вы мне достаете счастье, увидите с вами снова. Куда этот товарищ Бендер запропастился? Скажите, когда и где мы с вами увидимся. Ну, я не знаю, когда хотите. Ну, сегодня можно? Сегодня? Ну, умоляю вас. Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам. Нет, давайте же встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Помните стихи? Этот мой главник, этот мой чародей веет свежим своим апохалом. Какой вы странный. Ну, где хотите. Ходите у несгораемого шкафа, когда стемнеет. Простите, мадемуазель, но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое важное дельце. Нам нужно срочно отправиться в одно место. До свидания, Лизави Петровна. Простите, простите, но мы страшно спеши. Если бы не я, ни черта бы не вышла. Молитесь на меня. Слушайте, ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Что за издевательство? Молчание, вы не знаете, что происходит. Если мы сегодня не захватим вашу мебель, все кончено. Оказывается, стулья свалили на склады только вчера. Заметьте себе, вчера, через семь лет, мебель была отправлена в аукцион для продажи. Если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. Чего ж мы ждем? Надо скорее ехать. Молитесь на меня, гофмаршал, вина женщины, карты вам обеспечены. Кстати, рассчитаемся за голубой жилет. Извольщик! Куда надо ехать? В пассаж, аукцион, глав науки. Они? Они самые. Товарищ, эти стулья из мебельного музея? Вот эти? Вот эти, вот эти. Из музея. А они продаются? Какая цена? Цены нет, они продаются с аукциона. Завтра в пять часов. А сегодня они не продаются? Завтра в пять часов. Ага. Завтра. 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Завтра. Завтра. Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, и Полит Матвеевич пробрался в коридор общежития имени Монако Бертольда Шварца и занял позицию у несгораемой кассы. Здесь он услышал шум отходящих в Кастилью поездов и плеск отплывающих пароходов. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дремлет испанская Сьерра, Дремлет Кастильская стража. Чу! Живельнулась портьера, Чу! Отворилось окно. Чу! Выйди ко мне, Донна Белла, Здесь тебя жду я давно. Небо Испании в лунном сиянии Нас не заметит никто. Чу! 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 Уйди ко мне, Донна Белла, Страсть моя жарче огня! Если не выйдешь ты, то не увидишь ты больше на свете меня. Это вы, Елизавета Петровна? Где мы будем гулять? Не знаю. Помню, я Москву, Елизавета Петровна не такой. Сейчас все не то, и все не так. А мы в свое время денег не жалели, в жизни живем мы только раз. Есть такая песенка. А мы с Колей поссорились. Надоело так жить. Бывшие химики наши соседи все время подслушивают. И вы знаете, очень надоело вегетарианское столовое. Да-да, конечно. И Полит Матвеич слушал и соображал. Один за другим в нем просыпались демоны. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. Поедемте для начала в театр драматический. Лучше в кино. В кино дешевле. Такая ночь. И вдруг какие-то деньги. Какие деньги? Совершенно разошедшиеся демоны стали наперебой советовать. Да веди ее в ресторан! В праву! В праву ее! В праву голодчий ресторан! В кармане Ипполита Матвеича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался слепить Лизу широтою размаха. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил Ипполита Матвеича. Он отстал. Забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские штеблеты с квадратными носами и штучные довоенные брюки. Прошу вас, пожалуйста. Любезнейший, одну минуточку. Да, родной мой, может подойдите к нам, пожалуйста. Дорогой, дорогой друг, можете вас на минуточку? Да, товарищ, товарищ. Благодарю вас. Однако, котлеты телячьи 2 рублей 25 копеек. Филе, филе 2 рублей 25 копеек. Водка 5 рублей. На 5 рублей большой графин. Вот, пожалуйста. Не угодно ли выбрать, что вы будете есть? Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника и понимала, что он делает что-то не то. Я совсем не хочу есть. А? Или вот что. Скажите, товарищ, у вас нет ничего вегетарианского? Подошедший официант с интересом посмотрел на Лизу, после чего стал топтаться, как конь. Вегетарианского не держим. Разве что омлет. Ага. Так вот. Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна? Буду. Так вот. Гордо сказал Ипполит Матвеич. Сосисик. Пару на 25 копеек. И бутылку водки. Водка будет в графинчике. Тогда большой. Графинь. Водку будем чем закусывать? Икры свежие. Растягайчики. В Ипполите Матвеича продолжал бушевать делопроизводитель ЗАГСа. Не надо. Почем у вас огурцы, Соленый? Ну, хорошо, черт с ним. Дайте. Я здесь никогда не была. Здесь очень мило. Да. Протянул Ипполит Матвеич. Ипполит Матвеич, высчитывая стоимость заказа. Ничего, ничего, подумал Ипполит Матвеич. Выпью водки, разойдусь. Дорогие друзья! Ну и вот мы опять с вами вместе. Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Варьиной роще Варвара Ивановна Годлевская. Вопросы. Ах, какая жалость, ах, какой сюрприз. Нельзя себе позволить, нельзя себе позволить. Ни шалость, ни кафориз. А вот они уцеловия, а вот она крита. А впрочем, для здоровья полезны холода. А впрочем, для здоровья полезны холода. Радкие стремления, скромный аппетит. А сердце, 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 Тем не менее, а сердце, тем не менее, А сердце, тем не менее, А сердце, тем не менее, Возьмёт нам ваша лица. А вот они уцеловия, А вот они уцеловия, Вот она крита. А впрочем, для здоровья полезны холода. А впрочем, для здоровья полезны холода. Сердце подурачится, споет на взрыв и хочется его... Знаете, я пойду, и хочется его... Нет, лучше я пойду, вы оставайте! Я уволю вас никуда! У меня кушка сейчас так вьет! А вот они условия! А вот они среда! А поручим для здоровья полезных холода! А поручим для здоровья полезных холода! Иппорит Матвеевич уже порядочно захмелел, часто вскакивал и, извинившись, убегал к морду. Я пойду, а вы, пожалуйста, оставайтесь! Я сама дойду, правда? Я сама! Никуда вы из меня не пойдете! Я сейчас же расплачусь! Мы поедем вместе! Сеньор ждет! На счет! Хамы! А, 9 рублей два с кофейкой? Может вам дать еще ключ... От квартиры, где деньги лежат, а? Хамы! 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 Извините, Петрович, поедем в номера! В номера! Слушайте! Отставьте меня! Поедем в номера! На выход! Пожалуйста, на выход! Пройдёмте, пройдёмте! Хамы! Поедем в номера! Раздосадованный Ипполит Матвеевич долго плакал и ещё плача купил у старушки все её баранки вместе с корзиной. После этого он вышел на смоленский рынок пустой и тёмный и долго расхаживал там взад и вперёд, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. Затем Ипполит Матвеевич подружился с ночным сторожем и раскрыл ему душу. Двенадцать стульев называется. В общем, бриллианты ищем. Бриллианты? Папаша! В стульях! Но как? Спарываем каждый стул! Да, но предупреждаю! У нас длинные руки! Весёлый вы парень! Да, весёлый, но не парень! Отец русской демократии! Понимаю! Гигант мысли! Лёд тронулся, господа! Ищем, ищем! Да, да, стою! Николой, не... Попрошу делать жносы! Поедем-те в номера! Сейчас поедем! Поедем-те! На следующий день страшно болел позвоночник и ныла печень. Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нём оставалось только двенадцать. Ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. Остав долго и с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполит Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе. На аукцион! Спокойно! Хочу немедленно прекратить! Спокойно! Продолжаем торт! Тихо, граждане, тихо! Охотник, стреляющий в диких уток! Тихо! Охотник, стреляющий в диких уток! Семь с полтиной! Восемь рублей даю! Восемь пятьдесят! Девять! Девять пятьдесят! Одиннадцать! Одиннадцать! Одиннадцать рублей раз! Одиннадцать рублей два! Одиннадцать рублей три! Продан охотник, стреляющий в диких уток! Фигура, изображающая правосудие! Бронзовая! В полном порядке! Пять рублей! Кто больше? Купите предводителей! Вы это любите! Восемь с полтиной! Восемь с полтиной раз! Восемь с полтиной два! Восемь с полтиной три! Правосудие продано! Большой бы здесь начался переполох, если бы они узнали, какой огурчик будет продаваться под видом этих стульев! Продолжаем торг! Десять стульев из дворца! Почему из дворца? Сидите вы! Не рыбайтесь! Десять стульев из дворца! Ореховые! Эпохи Александра Второго! Десять стульев из дворца! Восемьдесят рублей! Кто больше? Да сидите вы, идиот проклятый! Навязался на мою голову! Сидите я вам говорю! Эпохи Александра Второго! Девяносто! Девяносто рублей! Дама в третьем ряду слева! Раз! Девяносто рублей! Сто! Сто рублей! Дама в третьем ряду справа! Раз! Сто рублей два! Ну-ну-ну-ну-ну! Сто десять! Сто десять рублей! Кражданин из четвертого ряда! Раз! Сто двадцать рублей! Сто двадцать рублей! Кражданин в четвертом ряду! Раз! Сто двадцать! Чего ж вы не торгуетесь? Ну-у-у! Пошел вон! Сто тридцать рублей два! Сто сорок пять! Сто сорок пять! В пятом ряду слева! Раз! Сто сорок пять! Пять, два, сто сорок, пять, три, двести. Двести рублей. Раз. Двести рублей. Два. Нет больше желающих торговаться из десяти предметов. Двести рублей. Три. Раз. Мама. Ну, председатель, эффектно. Интересно знать, что вы делали без технического руководителя. Мы купили стулья. Мы. Мы. Когда их можно взять? Пожалуйста, хоть сейчас. А почему здесь двести тридцать, а не двести? Пятнадцать процентов комиссионного сбора. Ага. Ну, а что делать? Берите двести. На дорожайше гоните тридцать рублей, да поскорее. Не видите? Дамочка ждет. Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья, да? У меня нет денег. У кого нет денег? У меня. Хе-хе-хе-хе. А двести рублей? Я потерял. Я. Так вы будете платить? Одну минуточку. Небольшая заминка. Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами, но тут очнувшийся Иполит Матвеевич ворвался в разговор и все испортил. Позвольте. Почему комиссионный сбор? Надо предупреждать. Мы ничего не знаем о таком сборе. Я отказываюсь платить эти тридцать процентов рублей. Хорошо. Хорошо, я сейчас все устрою. По правилам аукционного торга лицо, отказывающееся уплатить закупленный им товар, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется. Я попрошу вас покинуть зал. Эффект был велик. Таких ударов великий комбинатор не испытывал давно. Попрошу вас выйти. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел воробьянин. Согнув прямые, костистые плечи, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. Путь в аукционный зал был прегражден. Остап дружественно молчал. В возмутительной порядке. В форме на безобразие. В милицию на них надо жаловаться. В милицию. Действительно, за какие-то чар знает, что такое. Сберут с трудящихся в три дорога. Дивей Бог, из каких-то подержанных 10 стульев, 230 рублей. С ума можно сойти. С ума можно сойти. Вот тебе милиция. Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран. Вот тебе ночные прогулки по девочкам. Вот тебе седина в бороду. Вот тебе без прибро. За все время экзекуции Ипполит Матвеевич не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом. Только отец слишком оживленно трясет головой. Ну, а теперь пошел вон. Товарищ Бендер. Товарищ Бендер. Иди, иди. К Аванополу не приходи. Выгоню. Товарищ Бендер. Все пропало. Что пропало? Стулья продаются поодиночке. Вот что. Вот что. Но вы дамский любимец. Стойте здесь и смотрите, кто и что. И чтобы ни один стул не ушел. Поняли? Я попробую связаться с беспризорной агентурой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо пещеру Но такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается. Блеск. Красота. Словарь Вильяма Шекспира по подсчёту исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского плебени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходила с 30-ю. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого и могучего русского языка. Но! Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость и презрение. Жуть! Означает жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча. Парни! По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Блеск! Опять-таки удивление, восторг, ненависть, радость в зависимости от обстоятельств. Но! Жуть! Блеск! Не учите меня жить! Красота! Другие, оставшиеся в крайне незначительном количестве слова, служили передаточным звеном между Эллочкой и продавцами универсальных магазинов. Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж, инженер Эрнест Палыч Щукин, никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже четыре года. Борьба вела с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Палыч брал на дом вечернюю работу, но все было бесплотно. Эллочка четыре года назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Сверкающая фотография изображала дочь американского мильярдера Бандербильда в вечернем туалете. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Бандербильдеке первый меткий удар. Вторым ударом был шиншилловый Палантин, русский заяц, умершленный в Тульской гувернии. Новые мощные усилия в корне подрезали хозяйство, ибо приходилось бороться во всех областях жизни. Не спрося с мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм и купила на аукционе два мягких сумма. Эллочка, откуда эти стульчики? На! Нет, в самом деле. Блеск! Ты их купила? На какие средства? Жуть! Это возмутительно, ты живешь непосредством. Мрак! Слушай, давай поговорим серьезно. Ну-ну. Я получаю 200 рублей. Жуть! Да, но я взяток не беру. Я денег не краду и подделывать их не умею. Мрак! Слушай, давай... Так дальше жить нельзя. Жуть! Знаешь, я не могу так жить, и я не умею так жить. Мрак! Ты знаешь, мы не сходимся характерами. Скажи, что нам делать? Разойдись? Блеск! Ах так? Ну. Кажется, будут носить длинные и широкие. Эллочка с уважением посмотрела на Фиму собак. Фимочка собак слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. Ровно в 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок, дом 8. Он появился в дверях, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамами он предпочитал вдохновение. Через секунду он понял, как себя вести в данном обществе. Какой у вас прекрасный мех. Но! Нет, я серьезно. Мексиканский тушкан. Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это... Шанхайские барсы. Видите, как мех играет на солнце? Янтарь. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. Жуть. Вчера на аукционе, покупая стулья, вы произвели на меня чрезвычайное впечатление. На! Новое дело, подумал Остап. Стулья расползаются, как тараканы. Солнышко. Продайте мне этот стульчик. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка. Я вам семь рублей дам. Жуть. Блеск. Мрак. Так. Решил он. С ней нужно действовать иначе. Тайм-аут. Иными словами, несколько секунд на размышление. Играет музыка. А. Единственная музыка. Экл-х Играет музыка. Играет музыка. Экл-х Девушки отдыхают Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинный обычай разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены, привез, отдал большие деньги, но не жалею. Забавная вещица. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда племени Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Эллочка же тихо застонала. Значит, обмен? Ну. Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскламился. Даже если в стуле ничего нет, считайте, что мы выиграли 10 тысяч, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет наш шанс. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Зачем же из-за этого его ломать? Пусть Иванополо помебилируется. Киса! Вам надо трудиться. Совсем обленились. Какого черта я с вами связался? Поезжайте к себе в ЗАГС, там вас спокойнички ждут, новорожденные. Шучу, шучу, шучу. Без вас не так смешно жить. Будем ковать стулья, пока не горячие. Итак, получите адресок. Цедово-Спасская, 8, квартира 20, изнуренков. Повторяю последний раз, действовать смело, побольше цинизма. Людям это нравится, но без уголовщины. Кодекс мы должны чтить. Повторите. Кодекс должны чтить мы. Хорошо. И без стула не возвращаться. Я иду по другим адресам. Марш вперед! Труба зовет! Что еще? Куан, гениально. Нет. Жизнь это сложная штука. Нет. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Получается. Умница. Простите, могу я видеть товарища изнуренкового, а? Мы сошли с ума. Неите права. В конце концов, есть же закон. Мебель может стоять в квартире две недели. Нет. Я буду жаловаться прокурору. В конце концов, я уплачу. Поймите, я не могу с этим согласиться. И потом виноват не я, а сам Мус Прет. Да, я не платил за прокат пианино. Но ведь я его не продал, хотя имел полную возможность. Я поступил честно. А они подали в суд и описали мебель. Как это называется? Простите, служба такая. Ну хорошо, значит, договорились. Мебель отбирать у меня сегодня не будете. Бюрократы! Ну дайте лапку. Вот вам полтинничек. И не возражайте. Каждый труд солнышка должен быть у нас оплачен. Служба такая. Простите. Служба. Служба такая. Будьте здоровы. Всего вам доброго. До свидания. Я вам говорю, служба такая. Да, да, да. Я понял, понял. Хорошо, хорошо. За это морду бить надо. Вместо того, чтобы плакать, пошли бы лучше в баню. В таком виде вы похожи на Пикадора. Ключ. Что ключ? От квартиры. Где деньги лежат? Нет. Ключа нет. А дверь захлопнулась. Я начал мыться. Пропала горячая вода. Я хотел позвать дворника. И вот. Не беда. Квартиру мы откроем. Хорошо. Вода пошла. Вода пошла. Чего вы радуетесь? Кто живет внизу? Очаровательные люди. Вчера сделали ремонт. Ну ничего, чище будет. Ну вы меня просто спасли. Вы инженер Щукин? Да. А я ведь к вам по делу. Чрезвычайно рад. Буду вам служить. Ай, сущие пустяки. Ваша жена просила меня зайти к вам и взять стул. Он ей нужен для пары. Завтра она пришлет к вам кресло. Ну что вы что? Ну зачем же вам себя утруждать? Ну я же сам ей принесу завтра. Ну я сам ей принесу. Ну сущие пустяки. Ну что, ну давайте я вам хотя бы помогу. Ну я донесу доворот. Мне не трудно. Если это не трудно, и только доворот. Я прошу вас. Спасибо вам. Всегда пожалуйста. Спасибо вам. Я вот так благодарен. Не стоит благодарности. А мои инструкции. Мои инструкции. Сколько раз я вам говорил, что красть грешно. Еще тогда в Старгороде, когда вы пытались обокрасть мою жену. Мадам Грицацуеву. Уже тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб мизерной киса. Что? Я приношу уже третий стул, а вы? Мебель, которая была у вас в руках, выскользнула. Выскользнула? Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40% представляется мне абсурдным. Воленс, неволенс, я должен предложить новые условия. Друг мой, вы больны. Да, болен. Организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, это уменьшается ваш пай. Честно, хотите 20%? Ага. Почему же вы не хотите, вам мало? Ну, это же 30 тысяч рублей. Сколько же вы хотите? Согласен, на 40. Это грабеж среди бела дня. Помните тот исторический торг в Дворницкой? Вам мало 30 тысяч? Может, вам еще ключ от квартиры? Это вам нужен ключ от квартиры. Хорошо. Я покажу вам, как надо работать. Я сам заберу этот стул. Изнуренков здесь живет? Абвесолом Владимирович очень занят. Занят. Абвесоломе Владимировича Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Абвесолом Владимирович Изнуренков вел хлопотливую жизнь. Вы прошли над моими гремящими шумами. Словно пчел из змея. Семёша неверная. Столько лет вы думали, любите ли нет меня. Вы королева Марго. Ешьте шоколады, умоляю вас, ешьте. Боже, какие ручки, а? Какой нос, боже, какой нос. Я умоляю... Это вы изнуренков? Чего же обижаете казенного курьера? Это не дело. Какого курьера? Сами знаете, какого. Попрошу очистить стул. Быстренько! Извините, но я не обижал вашего курьера. Как же не обижали? Он пришел обиженный. Нет, это недоразумение. Уверяю вас. Смотрите, товарищ Изнуренков. Предупреждаю вас в последний раз. Я больше предупреждать не буду. Всё. Хорошо. Хорошо. Это больше не повторится. И чтобы я больше этого не слышал. Поняли меня? Понял. Не услышите. Я сделаю необходимые выводы. Вы мне верите? Дверь откройте. В последний раз. Поверю. Спасибо, товарищ! Шансы все увеличиваются от денег ни копейки. Скажите, а ваша покойная теща не любила шутить? А что такое? Может быть, никаких бриллиантов и нет? Ну, тогда всё прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванополу увеличится ещё только на один стул. Войдите. Остап! Остап, о тебе пишут в газетах. Что ты мелешь? В каких газетах? Газет-станок. Одел, что случилось за день. Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика 89-74 гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался лёгким испугом. Эта лошадь отделалась лёгким испугом, а не я. Идиоты. Пишут и сами не знают, что пишут. Всё-таки приятно, что о тебе пишут в газетах. Приятного мало, но повод для визита в редакцию найден. За ними числятся два гампсовских стула из дворца. Визит гражданки Грицацуевой к Елене Станиславне Боур не внёс успокоения в метущуюся душу вдовы. Елена Станиславна метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованию, то свидание с мужем в казённом доме, то в присутствии недоброжелателя, то в присутствии пикового короля. Но само гадание кончилось неожиданно и трагически. Попугай Елены Станиславны вдруг заговорил человеческим голосом. В каком полку служили? Сказала птица. Европа нам поможет. Заграница с нами. Прошу делать взносы. Взносы. Взборсы. Должились. А травмы собираются пускать. Сволочи. А-а-а. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Так вот это и так далее, значит. Это пишут старгородские газеты. А теперь посмотрим, что пишут о вашем сыночке в столичных газетах. Что пишут про сыночка в столичных газетах? А вот пишут, попал под лошадь. Да не убивайтесь вы, не убивайтесь. Жив он, живой, живой, живой он. Да разве бы я спокойненько деньги брал? Что вы, господи! Живой он, живой. Вот, вот и в газетках пишут. Попал под лошадь, но оделся легким испугом. Вот. Вот это документика я вам предоставляю. Нет, нет, вперед денежки. Такое у меня правило. Покорнейше вас благодарю. Какие все-таки у вас организмы-то слабые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Муж. Милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской земле и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой груди. Спасон. Найду. Господи, ты слышишь меня? Музыка. 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 Тем временем в гулки коридора редакции газеты «Станок» ступила нога великого комбинатора. Музыка. 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 Чего же вы, товарищ? Вить и кривиту. Как же? Вот тут написано, пострадавшая отделалась легким испугом, стануя пугаться лошади. Попрошу немедленно опровержение. По таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем. Я этого так не оставлю. Пожалуйста, дело ваше. Нет, я не знаю. Я же вам объяснял. Я не могу. Я занят. Я работаю. Вы должны знать, где он. Это был напечатан в вашей газете. Попал под ложь. Я прошу. Нет! Я умоляю. О, идея. Сейчас я ему устрою за все его подлые розыгрыши. Идите к товарищу Персидскому. Идите, идите к товарищу Персидскому. У него я уже была. А вы сходите еще раз. Он подряд все знает. Ну, я у него была три раза. А тем более теперь ему не отпереться. Не узнала. Умоляю. Умоляю. Адрес. Чей? О Бендера. Ну, я же вам уже много раз объяснял, что я не знаю никакого о Бендера. А ваш товарищ много раз говорил, что вы знаете. Не знаю. Знаете. 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 Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Вы должны знать адрес. В конце-то концов. Ну, может, там хоть вспомните. В желтых ботинках. В Москве еще 200 тысяч в желтых ботинках. Не приставайте ко мне. Оставьте меня в покое. Да-да. Войдите. Не приставайте. Не приставайте. Не приставайте ко мне. Вдова ринулась по коридору и вдруг увидела брюнета в голубом жилете и желтых ботинках. Товарищ Бендер. Дальнейшие события показали, что в планы технического руководителя концессии не входила встреча с любимой. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы? Куда? Куда? В этой позе она встретила рассвет. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. Ветренный сын турецко-подданного, стряхивая из пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери. Товарищ Бендер! Вы еще здесь? Я здесь, здесь! Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка? Мой суслик! Открой скорее тебе! Тише! Девушка, к чему такие необузданные желания? Женщину украшает скромность. Кто тебе жить мешает? Да, сам уехал, а сам спрашивает. Я ждала-ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, изменщик, чтоб тебе лопнуть. Брошь украл в мужнин подарок. Видишь, как пер, стул унес. Зачем стул украл? Зачем украл стул? И это вы называете кражей. В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Согласен на развод. Прощай. И разошлись, как в море корабли. Пераул! Пераул, товарищ Бендер! Уходя в дальнейшее пространство. Не уходите, товарищ Бендер. Я блесну непрошенной слезой. Я сама сейчас заплачу. В страсти, как и в счастье, Все мы ищем постоянство, Но ничто не вечно под луной. Ну, что же мне теперь делать? Может быть, вы скажете кому-то. Что я скажу, кому мне говорить? Где-то на закате ваших лет. Ах ты, мерзавец! Все-таки была, А была одна минута доли любви, Какой уж больше, извините, нет. Хам, ворюга, изменщик, подлец! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok